Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 марта и хотя первый весенний месяц только начался, у многих из нас уже на подоконниках, на стеллажах стоит рассада. И вот начались вот наши эти первые приятные хлопоты, ухаживаем мы за ними. Но все знают, что хлопоты бывают не только приятные, бывают и не очень приятные. Все больше и больше приходит комментариев мне на канал, вопросов. Тянется рассада. Что делать с вытянувшейся рассадой? Я сейчас постараюсь рассказать о разных случаях вытягивания. Вот смотрите, Валентина Рычкова мне написала, но спрашивает, как развиваются последние томаты. У меня банановые ноги взошли, стоят тонкие-тонкие, такие замурыши. Это вот одна ситуация, когда рассада еще не распикированная и уже вот такая как вытягивается, вот эта вот подколенная часть у нее. Это одна ситуация. Ну, ей тут же Оксана Метельская, по-моему, отвечает. Говорят, что этот сорт такой тонкий, звонкий, хиленький. Но тут же созвучно этому. Есть комментарии, вот, например, Татьяна Воротынцева написала. У меня уже распикированная рассада тянется. Впервые такое стоит под подсветкой. Что сделать? Ведь тонкая. Марина Садовская отвечает, нужно понизить ночную температуру воздуха. А Евгений Кичаев написал, опрыскать монофосфатом калия. Вот сейчас я все это в кучу соединю и все по порядку расскажу. У нас есть два варианта. Или тянется вот такая вот, как я говорила. Видите, посеяная в одном лотке. Обычно это действительно сорт такой. Если у вас в одном и том же лотке одни маленькие, другие большие, если несколько сортов, то тут более проще вариант. Конечно, нужно пикировать. Я вот эту рассаду, которая на заднем плане, она же у меня была тоже в одном лотке вместе с низкорослами. Я ее распикировала, заглубила почти до семи долей. И на какое-то время ситуация исправляется. Но вот тут уже вопросы, что уже и распикированная рассада начинает тянуться, вытягивается. Опять у нее портится вот этот вот, ну, внешний вид. Сейчас будем говорить обо всем по порядку. Конечно, внешний вид рассады, что бы мы ни говорили, зависит и от сорта, и от условий. Обычно, если мало света, если посев загущенный, конечно, рассада будет вытягиваться. Вот этот у меня лоток, я говорила про него, это у меня проверка на всхожесть. Я их часто-часто насадила, и вот как раз это яркий пример. Когда такая густота посадки, видите, сорта, которые сами по себе высокорослые, они сразу вытягиваются. Кратышам-то ничего не делается, но вот эти сразу вытягиваются. Если посеяно густо, если света мало, начинается борьба за солнце, и даже стоя под лампой, они вытягиваются. Но когда они вытягиваются до пикировки, это еще не страшно. Обычно всегда рекомендуют стормозить, понизить температуру, то есть или поставить на более прохладный подоконник. Вообще говорят, понижать температуру ночью, днем пусть будет тепло, а ночью похолоднее. Но так как люди, которые живут в благоустроенных квартирах, у них и днем, и ночью одинаковая температура, топится ведь стабильно. Нам насчет этого легче в частных домах. У нас ночью все равно прохладнее. Печь ночью не топится, мы топим только утром, затапливаем все, и вечером как бы все равно температура понижается. И в таких условиях рассаде лучше. Но есть что делать, если у вас с утра до вечера топит, ну как отопление работает. И еще, тут к этому еще знаете, что какая проблема прицепляется. Когда человек видит, что у него рассада вытягивается, он считает, новичок обычно, что ему, ну сеянцу, томату, чего-то не хватает. И начинается еще подкормка. И вот здесь наступает настоящий ужас. Ему тепло, если еще не очень редко посажено, если еще подкармливают, он вымахивает в длину еще больше. Сейчас я вам скажу, что тут зависит от того, насколько вы готовы вмешаться в жизнь вот этих растений с помощью химикатов, вот агрохимии. Потому что я сразу скажу, что есть ингибиторы, которые и затормаживают рост растения, и все. Но я ими никогда не пользуюсь, у меня все происходит естественным путем. То есть, или вы естественным путем будете затормаживать, то есть с помощью пересадок, перевалок, вот как я делаю три раза. Я вот один раз распекировала, смотрю, они тянутся. Сейчас я буду их пекировать еще раз по маленьким стаканчикам, с маленьким объемом грунта. И вот это повреждение корневой системы, оно немножко тормозится, и заглубления начинают наращиваться на стебельке новые корни. И в это время надземная часть, она затормаживается, растения начинают увеличивать корневую систему. Вот у меня мой метод, мой прием торможения, вот такой вытянувшейся рассадой. Только пересадка, пикировка, перевалка, чтобы не было вот эти вот, как сказать, лишние вмешательства в жизнь растения, но естественные. Они, конечно, их тормозят. Все. Вот это естественный путь. Конечно, понижение температуры ночной, если есть возможность. Конечно, если можете, если есть у вас возможность, выносить куда-то на более прохладную и с жаркой. Вот сейчас наступит ситуация, когда в квартирах будет очень жарко, потому что на улице уже тепло, но еще топят. И лучше всего, конечно, держать в более прохладном помещении, то есть или на балконе, или на лоджии. Там они пусть немножко даже посинеют, но она будет коренастая, она окрепнет. Вот это все естественные пути воздействия. Дальше, как вот Евгений Кичаев предложил, можно сделать опрыскивание монофосфатом. Это не ингибитор, это считается как такая подкормка, но вы помните, что мы всегда говорим о том, что удобрение фосфором, оно увеличивает наращивание корневой системы. То есть в это время надземная часть немножко притормозит, а корни будут развиваться. Некоторые люди применяют вот такое опрыскивание именно, делают вытяжку фосфорную с суперфосфата, но это я рассказывать не буду, если кто-то будет интересоваться, в сети все эти рецепты есть. Просто я скажу, что опрыскивание фосфоросодержащими вот этими составами, оно может немного притормозить. Это вот вторая ступень, если первая была совсем естественная, просто мы пересаживаем, пикируем, понижаем температуру без всякого вмешательства в жизнь растения, без всяких добавлений агрохимии. Второй монофосфат, это опрыскивание, уже вторая ступень, еще легкое такое вмешательство. И самое последнее, это конечно ингибиторы. Есть препараты, которые специально, средства изобретены для того, чтобы вот как изменить ход растения, ход жизни нашего растения. Если вы посмотрите в Википедию, то ингибитор, вот на латинском, инхиберо, что ли они, задерживать, это общее название всех веществ, которые подавляют или задерживают какие-то физиологические процессы. Их называют очень много, я советовать вам их не буду, я назвать могу. Это как раз тот самый Атлет, Стопрост, есть Этрел какой-то, есть Регги, Гэкстрел. Сразу скажу, что ни одного из них я не применяла, потому что вот на такой ранней стадии я считаю неправильным вмешиваться в растения, в жизнь этих растений. Но все-таки некоторые люди этим пользуются, называются они или ингибиторы, или ретарданты. Такое слово не очень красивое, одно слово меня пугает. Но я слышала от многих, что применение вот, например, этого Атлета, сначала применяешь его, вроде бы хорошо, оно приостановится. Но потом при высадке в грунт растение может повести себя непредсказуемо. У него меняется форма куста, и он по отношению с другими, которые не обработаны, выглядит совсем по-другому. Потому что все-таки это действительно изменение растения, жизни растения, течение вот этих физиологических процессов искусственным путем, вот внедрение туда в его жизнь, оно, наверное, бесследно не сказывается, так как я никогда их не применяла. Я ничего вам сказать не могу, тем более не могу вам посоветовать применять их. Просто знайте, что на крайний случай, если у вас очень вытягивается рассада, если чуть ли она не падает, такая тонкая и ломкая, то на этот случай есть ингибиторы, которые могут затормозить рост вот этой рассады. Но применяя их, конечно, всю ответственность вы берете за себя, какими потом будут растения. Многие они еще и не до конца испытаны, изучены, как они влияют, но средства такие есть. В любой магазин зайдете, спросите, вам дадут. Я не пользовалась, и я не хочу даже для испытания их использовать, чтобы не портить свои растюшки. Я лучше два раза сделаю перевалку, пересадку, буду выносить их сейчас на улицу, на холодную. И я думаю, что все-таки дотянуть до открытого грунта их возможно. Ну а вообще, конечно, совет, что вот такие высоконогие, тонконогие сорта в ранние сроки не нужно высаживать. Лучше всего как-то подбирать сорта, которые могут вынести длительную вот такую. Или, конечно, нужно тогда высаживать их в большой объем грунта, пореже, чтобы они не вытягивались. Если они будут вытягиваться, то они чтобы и в шире росли, чтобы жизнь у них шла естественным путем. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Конечно, ничего вам я Америки не открыла, я просто сказала, как я действую и как можно затормозить рост рассады. Выбирать вам, будете вы применять ингибиторы, то есть вот эти вот агрохимию или нет, это, конечно, каждый думает сам. Продолжение следует... Продолжение следует...